Притча о добре и зле Притча о добре и зле Когда ты станешь затем говорить, это будет песня благодарения Творцу Однажды к мастеру, не отбрасывающему тени, пришла женщина и принесла больную девочку Женщина, которая называла себя ее матерью, сказала Если ты действительно знаешь Аллаха, исцели дитя Если же все, на что ты способен, это лишь поучения, которыми ты почуешь несчастных То забери ее себе Пока она была маленькая, я носил ее на руках, и люди из жалости давали мне милостыню Но теперь, когда она подросла, а все так же не может ходить, у меня нет сил ее таскать и нечем кормить Я не могу растить дитя, которое будет калекой до конца дней И это очень непростой случай Потребуется немало времени, чтобы ее вылечить Тихо сказал мастер Он внимательно посмотрел на девочку, затем поднял глаза на женщину Ты в самом деле хочешь оставить ее мне? Если данное тебе Богом дитя в тягость тебе, что ж, я согласен Только и ты не пожалей потом Многие знакомы карили мастера за то, что он оставил в своем доме больную девочку Что подумают о тебе те, кто захотят у тебя учиться? Они решат, что ты плохой целитель и не настоящий мастер, если калек живет у тебя в доме Но мастер спокойно отвечал Я принимаю то, что посылает Аллах И благодарю его за его дары Ученики мастера стали называть девочку Суфи, раз уж она живет у суфийского шейха Так это ласковое прозвище стало ее духовным именем намного раньше, чем она получила первое серьезное посвящение Почти каждый вечер мастер рассказывал Суфи сказки или притчи, но не досказывал их до конца А рассказывал мастер так, словно оживали герои его истории Словно слышны были звуки их речей Видны их фигуры и движения Даже благоухание цветов и дуновение ветерка Казалось бы, доносились до маленькой слушательницы Мастер каждый раз заканчивал свою очередную историю Вопросом о том, как должен дальше поступить тот или иной герой рассказа А на следующий день Суфи ему отвечала И в зависимости от ее ответа Сказка обретала новый поворот и счастливый или горький конец Девочка привыкла думать над ответами серьезно Как будто от ее правильного или неправильного решения не сказочный персонаж А реальный человек мог избавиться от беды или пострадать И если она ошибалась, то очень расстраивалась и стремилась исправить ошибку И тогда сказки обретали счастливое завершение А днем девочка училась у мастера и у его учеников читать и писать, стирать и готовить пищу Она старалась сделать все, что могла, изо всех своих слабых ищущих сил Однажды Суфи спросила у мастера Как сделать так, чтобы я не ошибалась в ответах? Совсем не ошибаться сложно Наверное, и даже невозможно Каждый человек в своей жизни учится не только на правильных Но и не на неправильных своих словах и делах Помнишь, как я просил тебя однажды вымыть стеклянные сосуды для лекарств И рассказал, как это лучше сделать? Но ты тогда заупрямилась и разбила их Ты тогда ведь, помню, очень переживала Но зато ты тот случай запомнила И с тех пор внимательно слушаешь мои советы Когда понимаешь что-либо важное на своей собственной ошибке То потом очень хорошо знаешь, как поступать правильно Но есть один способ, который позволяет делать меньше ошибок Научи меня, попросила Суфи Есть у каждого человека сердце духовное Там рождается его любовь ко всему И к цветам благоухающим И к зверюшкам ласкающимся И к красоте бесконечной Нас окружающей И к людям добрым И к самому Аллаху, все это сотворившему Всем дарующему жизнь Сердце духовное находится там, куда ты вдыхаешь И откуда выдыхаешь воздух Вот здесь у тебя в груди И есть этот особый центр тебя, души Всякая любовь зарождается здесь Отсюда она ширится и обнимает тех, кого мы любим Как бы далеко ни был от нас человек или многие люди Если любовь сильная и чистая Она может расширяться необъятно И наполнять собой у всех и все Вне зависимости от расстояния Именно в сердце духовном Способен человек совет Аллаха понять Именно здесь мы можем решать Как поступить правильно И любовь Аллаха И любовь Аллаха тоже можно почувствовать только здесь В сердце своим духовном Когда оно становится большим И достаточно развитым И научил мастер Суфи Как можно погружаться в свое духовное сердце Как смотреть глазами сердца на мир, на людей Как слушать Аллаха в тишине Заполненного любовью и покоем сердца духовного Как расширять эту любовь сердечную Все более и более И Суфи научилась Из болезненной девочки Жаждущей заботы по отношению к себе от других И их внимания к ее недугам Она стала волшебно преображаться С каждым днем становилась она и радостнее и здоровее Улыбка счастья Все чаще озаряла ее лицо Скоро ее чистый смех Подобно звонкому колокольчику Вдруг начинал звенеть Подчеркивая красоту прозрачной тишины Обычно царящей в доме мастера И всех одаривала теперь Суфи Сердечным теплом И ласковым покоем Однажды Суфи спросила мастера Зачем существуют болезни? Ведь как было бы хорошо Если бы их вовсе не было Ты уверена? Да Значит, если так Мы с тобой никогда бы не встретились Ой, об этом я не подумала Через беды и болезни Аллах привел ко мне очень многих людей И кое-кому из них мне удалось помочь Да, все устроено несколько сложнее Чем обычно люди думают Когда ты подрастешь, Суфи Я научу тебя видеть скрытые причины происходящего А пока просто запомни Что и в этом мире И в мире по ту сторону смерти тел И в бесконечном свете любви Аллаха Все взаимосвязано Все создано его любовью И покоится на основании Из той его великой любви Поэтому как бы сложна и безвыходна Не казалась ситуация Именно любовь позволяет ее разрешить Я тоже хотел бы, чтобы не было болезней Не случалось несчастье Но очень многое должно измениться И в мире, и в людях, в нем живущих Чтобы никогда не забывали бы они О доброте Шло время Мастер научил Суфи И другим приемам по очищению души и тела Суфи выросла И стала прекрасной девушкой Свет ее сердца духовного Все глубже преображал И исцелял и тело ее Но только вот ходила она Все еще с очень большим трудом В те времена Шейхи иногда посылали своих учеников Учиться к другим шейхам Чтобы, слушая об истине из разных уст И учась у разных учителей Обретали ученики Большую широту взглядов И знаний жизни Вот так и случилось Что в тот день Мастер и Суфи были в доме одни Мастер писал книгу А Суфи стирала во внутреннем дворике Когда в дом вошли грабители В доме царила глубокая тишина И ворони заподозрили Что мастер находится в одной из комнат Они быстро складывали в свои мешки Все, что на их взгляд представляло ценность А мастера нередко благодарили люди подарками И были в доме предметы Которые могли быть проданы за большие деньги И вот собрав все, что они нашли Они увидели мастера Вышедшего к ним навстречу Как к желанным добрым гостям Грабители поступили так Как нередко поступают люди Руководимые страхом Один из них, зайдя сзади Ударил мастера по голове тяжелым светильником Мастер упал, потеряв сознание А бандиты спешно бежали Унося похищенные Суфи услышала непонятный шум Бросилась в дом Она увидела на полу тело мастера Стройки крови растекались по полу Суфи подбежала к нему Ну вот, все и закончилось, моя девочка Радостно произнес, открыв глаза мастер Нет, нет, не умирай Я и не думаю умирать Не бойся, рано пустяковой А вот ты теперь ведь совершенно здорова Только тут Суфи поняла Что смогла свободно двигаться на своих ногах Посмотри, как прекрасен сегодняшний дар Аллаха Говорил мастер, пока Суфи перевязывала рану Люди часто плачут и жалуются Когда их постигают трудности и невзгоды Они говорят о том, сколь ужасно зло Но ведь часто добро и зло присутствуют в мире Как две стороны одной руки судьбы И эта рука действует по воле Аллаха По законам существования и мироздания им сотворенного Возблагодарим же его Ведь если бы не эти воры Нам пришлось бы потратить еще несколько лет на твое лечение А как же они? Ведь нанеся вред тебе Они немало повредили и себе, и своим судьбам Они делали то, что совершали всегда Но те дары любви и благодарности Которые они сегодня похитили Слегка поменяют их жизнь И это мы скоро увидим Суфи закончила перевязку И с волнением смотрела в лицо мастера Он ободряюще улыбнулся В этот момент он мысленно оглядывал Те шестнадцать лет их совместного упорного труда И вдруг случившееся окончательное исцеление Суфи Суфи хотела предложить матеру привечь Но услышала от него такое хорошо знакомое Ну что, нам с тобой пора браться за работу Давай наводить порядок и чистоту в доме Ведь чистота везде и во всем Приближает нас к совершенству Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok